Трагедия произошла 30 сентября в городе Кяхта. 12-летний мальчишка играл во дворе дома. Там после земляных работ лежала огромная куча грунта. Ребенок сделал в ней пещеру и играл там. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребенка. Отец вскоре нашел мальчика, извлек из-под песка, но ребенок не подавал признаков жизни. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этого происшествия. Между тем, в Следственном комитете Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника частного охранного предприятия. Он заставлял новых работников ЧОПа участвовать в спаррингах с более опытными бойцами. Нужно было выстоять три боя по две минуты. Определенных правил для таких поединков не существовало. Разрешались любые удары, в том числе по голове и в область других жизненно важных органов. Прошлым летом в соответствии с указанными требованиями в спортивном зале трое опытных сотрудников охранного предприятия во время последовательных спаррингов причинили 21-летнему новичку многочисленные повреждения головы, от которых потерпевший впоследствии скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело, зная о котором специалист, являвшийся организатором незаконных спаррингов, путем шантажа и угроз принуждал подчиненных работников давать ложные показания в свою пользу. Практиковал обвиняемый и другие незаконные методы управления персоналом. За то, что сотрудник не вышел на работу, подозреваемый несколько часов избивал мужчину и в итоге воткнул нож в бедро. К слову, под суд пойдут и трое спарринг-партнеров погибшего парня. В Бурятии поймали 20 человек, которые находились в федеральном розыске. Их задержали в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В результате мероприятия полицейскими задержано 20 фигурантов, двое из которых разыскивались органами внутренних дел по Красноярскому и Хабаровскому краям. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего. За совершение тяжких преступлений оперативниками задержано 5 злоумышленников. Например, в Улан-Удэ поймали 17-летнего подростка. Парня обвиняют в двух эпизодах квартирных краж. А общий ущерб от его преступления составил более 100 тысяч рублей. В Улан-Удэ вновь заминировали торговые центры и социальные объекты города. Под раздачу телефонных шутников попала детская республиканская клиническая больница. Врачи всех выгнали на улицу. Что-то там у них сработало. Врачи вообще стоят в халате, без верхней одежды. Всего взрывотехники осмотрели 12 объектов. Все сообщения оказались ложными. За два дня в Улан-Удэ зафиксировано 4 нападения собак на людей. Во всех случаях на горожан бросались хозяйские питомцы. На станции дивизионная в квартире пёс покусал 38-летнего мужчину. Далее собака на самовыгуле покусала за кроссовок 5-летнюю девочку. Хозяин на замечание не отреагировал. И на 7-летнюю девочку набросилась собака по улице Гайдара. Медпомощь не потребовалась. Были допущены нападения владельческих животных в отношении граждан. Это та статистика, к которой мы приходим. Большая часть нападений, которые совершаются животными в отношении граждан нашего города, это, как правило, владельческие животные. В отношении хозяев животных осуществляется сбор материалов для привлечения их к административной ответственности. Руслан Хороших, Мария Латышева. Новости дня.